Итак, здравствуйте! Рассмотрим тюнер для настройки музыкальных инструментов. Тюнер Cherub VST525. Значит, он у нас настраивает не только гитару, в данном случае мы будем использовать именно для гитары настройки. Здесь три кнопки. Первая, это значит кнопка включения-выключения, она же выполняет двойную функцию, она как включает длинным нажатием, так и переключает наши режимы. Значит, включим непосредственно тюнер, нажали и держим. И вот он у нас загорелся. Вот мы видим минус 50, минус 20, плюс 20, плюс 50. Это непосредственно индикация настройки гитары, ну или любого другого инструмента. Так, значит, pitch... А, ну давайте разберемся сразу же с включением-выключением. Мы будем сейчас короткими нажатиями нажимать вот эту кнопку мода, включение, и будем смотреть, что у нас делает. Значит, раз, изменяется вот B, В, У, С. Значит, что такое С? С это у нас хроматический настрой, Г это у нас настройка гитары, как раз если вы настраиваете гитару, надо настраивать именно в режиме Г. Дальше, Б это у нас бас, В это у нас настройка скрипки. И, кстати, ни в коем случае не настраивайте гитару в режиме скрипки, потому что скрипка, она, ну, выше настраивается, и у вас просто, если вы будете в этом диапазоне настраивать, то, ну, струна просто у вас лопнет. Значит, у это... Ну, это у кукли. Собственно говоря, это маленькая гитара. Ну, значит, гитару настраивать будем именно в настройке Г. Дальше, значит, видите, 432 Гц. Что это такое у нас? Кнопка Питч. Вот мы ее два раза нажали, стало 434 Гц. То есть, кнопка Питч мы, как бы, повышаем. Это у нас Ля второй октавы, именно как эталон идет. 437, 438, 439, 440. Вот. Говорят, что 440, она более агрессивно влияет на мозг человека, и поэтому рекомендовано настраивать гитару под ноту Ля 432 Гц. Вот так вот. Ну, кнопка Питч. В данном случае мы эту настройку сделали вот этой кнопкой. Не наводится у нас тут резкость. Так, дальше. Кнопка Флат. Что она у нас делает? Это у нас понижение строя. То есть, мы нажимаем, у нас появляется один бемоль, второй бемоль. Ну, понижаем строй. Я ее, в принципе, не использую. То есть, в принципе, она нам не понадобится в настройке нашей гитары. Ну, давайте посмотрим именно на гитаре. Тут все ясно, я думаю. Ну, здесь вот это у нас вставляется батареечка. Вот сюда. Тут написано батарей. Кстати, очень удобный клипс. В том плане, вот этот тюнер клипса, что его, ну, можно легко прицепить к гитаре или любому другому инструменту. И у нас будет он даже в шумном помещении, именно за счет того, что вибрация через гриф идет, именно инструмента, он улавливает вибрацию. Ну, вот вы видите, я сейчас разговариваю, он на голос никак не влияет. Как нежели, если бы мы использовали телефон или другой тюнер, ну, именно звукового типа. То есть, это тюнер, прищепка вибрационного типа. Он будет улавливать вибрацию с грифа. Ну, ладно. Да, кстати, удобно, что этот тюнер, если его оставить в режиме ожидания, вот так вот, просто я его положу на стол, то через 5 минут он у нас отключится и батарея разряжаться не будет. Ну, и так батареи здесь хватает довольно надолго. Ну, давайте попробуем настроить гитару. Итак, мы взяли гитару Yamaha C40. Будем настройку ввести именно на грифе. Вот на уголочек мы сейчас будем прикреплять наш тюнер. Итак, значит, вот мы закрепили тюнер вот таким вот образом. То есть, чтобы удобно было нам смотреть непосредственно, как идет настройка гитары. То есть, вот видите, да? Отлично все видно. Так, ну и давайте попробуем. Я уже настроил, у меня настроены все струны. И первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая на 432 герцах. Видите, буковка Г у нас стоит. Поехали. Ми, первая струна. Первая струна и Е, это значит Ми. Вторая струна. И она у нас Си. Третья струна. Она у нас Соль. Четвертая струна. Она у нас Ре. Так, пятая струна, она у нас. Так, ну, видимо, немножко она нужно подтянуть. То есть, она долго не настраивалась и пятая струна немного ослабла. Вот сразу видно, что ее надо немножко против 6-ой стрелочки. Буквально там какую-то 10-ую оборота. Так, ну, и шестая. Ми. Все четко видно. Первая, вторая, третя, четвертая, пятая, шестая. И таким образом мы, в принципе, можем даже, вот когда играем, если, ну, долго играешь, то в любом случае постепенно ослабевают, ну, особенно когда струны новые, только поставлены. Очень удобно это, чтобы включить, нажал, включил, настроил. Посмотришь, пятая струна подраструилась. Чуть-чуть ее подтянул, и у нас уже все струит. Таким образом мы можем настроить гитару прямо во время репетиции или же, ну, вот именно, что во время репетиции на каком-то музыкальной школе там или другом музыкальном заведении. То есть, когда рядом сидят другие, какие-то ученики или учащиеся, и просто из-за шума гитару невозможно настроить. В данном случае, видите, голос, я разговариваю, он абсолютно никак не мешает. Этот тюнер, то есть, варливает только частоту калибра, ну, именно вибрационную. То есть, вибрация с грифом. Ну, ладно. И, да, если видите, в минусе, то значит, надо подтягивать струну. Если в плюсе, значит, надо ослаблять. Все просто лентарно. Ну, вот, настройка для гитары, буковка Г и 432 Гц. Ну, принято вообще 440 по стандарту. Я настраиваю 432. Тут кто, кто как хочет. Некоторые настраивают 400, там, ну, вот здесь 430 диапазон. Питч. Так, это у нас бемоли. Так, вот питч. 433, 4C. То есть, он у нас рассчитан только 450 максимум и идет о 430 в таком диапазоне для гитары. Ладно, всем добра. До свидания.